Всем привет, друзья! Вы на канале Империя Инструмента, и с вами сегодня я, Денис, и, конечно же, Виталик. И сегодня мы с вами будем говорить о компании Риоби. Сегодня мы собрали максимальное количество инструментов бытового сегмента, сразу бытового сегмента, то есть для дома, для частного пользования. И сегодня мы с вами посмотрим, а самое главное, я посмотрю отличие Риоби от Гринворкса, потому что мы уже делали такой ролик на Гринворкс, за исключением того, что там у нас была шлифмашинка. Здесь у нас шлифмашинки нет, к сожалению. Но зато у нас здесь добавился винтоверт, импакт, как хотите, так и называйте, и угловая шлифмашина. Ну и также остались перфоратор, лобзик и дисковая пила непогружная. Поэтому сегодня мы с вами все это разберем по порядку. Поэтому, еще раз скажу, поэтому, поэтому иди сюда. Поставь лайк. Ну, заставонька. Сейчас Антон прорычится, и мы начинаем. Итак, друзья, сегодня, так как я в кадре стою, в прошлый раз мы снимали Гринворкс, был Серега оператором. Сегодня настало время Антона. Так, поэтому давайте быстренько пробежимся по инструменту, а потом сразу перейдем к ТТХ быстрому и практическим тестам. Весь инструмент, который сейчас у нас представлен на столе, это линейка 18-ти вольтовая, Риоби. За исключением того, что некоторые инструменты у нас здесь будут работать на щеточном двигателе, а некоторые на бесщеточном. Давайте быстренько. Это дисковая пила, двигатель щеточный. Поговорим сегодня о ней. Дальше у нас идет лобзик, тоже щеточный двигатель. Здесь у нас идет винтоверт, импакт, шуруповерт. Сегодня это бесщеточный двигатель. Далее дрель-шуруповерт на бесщеточном двигателе. Дальше у нас идет УШМ, болгарка, как хотите, так и называйте, на бесщеточном двигателе. И заканчивает нашу, так сказать, плеяду, наш королевский балл, перфоратор 18 вольт, Риоби на щеточном двигателе. Работать мы будем с вами от материала. Сначала пойдем на дерево, потом на металл и потом уже на бетон. Поехали! Так, друзья, начнем мы с лобзика. 18 вольт, Риоби, щеточный двигатель. Моделька у нас называется R18JS. Естественно, конечно, я плашку выведу с ценой и так далее. Цена лобзика у нас составляет... Сейчас я вам скажу, ребятки, составляет 6000. Ну, плюс, да, эта тушка 6000 и в комплекте, если вы докупите аккумулятор на 5 ампер и зарядное устройство у вас выйдет в районе 8000, значит где-то 14000. Но цена может варьироваться. То есть в среднем аккумулятор стоит 6000 и зарядное устройство 2000. Ну, вот, читайте, 8 плюс 6 как раз получается 14000. Вот 14000 в комплекте, вы получаете лобзик с щеточным мотором, 18 вольт. Давайте теперь дальше. У нас по ТТХ, быстро пробегусь. Число рабочих ходов от 1100 до 3000. Ну и в принципе все, а тут особо больше говорить нечего. Регулировка скорости идет вот здесь вот сверху. Очень удобно, большим пальцем. То есть работы вы можете быстренько включить, увеличить и уменьшить. У Greenworks такой штуки нет. Там постоянные, как я понимаю, обороты, да, Антон? Там не постоянные, просто отсутствует регулировка. Не, ну... Ну, то есть здесь идет от 0 до 3100. А там идет, допустим, ну сколько там, просто 3000. Ну, постоянные, значит, они... Не, ну, курком тоже можно регулировать, наверное, как-то. Не, ну там нет вообще регулировки. Там чисто вот регулировка хода маятника. Все, больше нет. Ну, в любом случае, плюс Риоби, что у него есть вот регулировка оборотов, да, мы можем все это контролировать. Теперь мы с вами сейчас поработаем, быстро проверим его в деле, посмотрим, что он моет, моет как заварится, да. Вставим полотно. Полотно у нас ставится очень даже легко. Пас вставил в колесико? Да, в колесико торчит, все, все, отлично. Плотно, ребятки, для непонятливых, если что, ставим зубчиками от себя, да? Ну, слушай, можно поставить на себя и лобзик тащить на себя. И пилить он тоже будет. Неудобно, что это? Ну, неудобно. Так, давайте, я здесь сделал, короче, черту. Просто попилим, посмотрим. Здесь мы видим у нас режимы реза. Подсказки. Да, подсказки. В зависимости от хода маятника, то есть режимы там 0, 1, 2, 3. Мы смотрим по материалу. Но, честно говоря, я для себя вот эту вот подсказку особо не смотрел, и она мне особо не нужна. Я вот что понял с лобзиком. Если вы хотите сделать более точный рез, я же туда говорю, что я смотрю в ту камеру. Если вы хотите сделать более точный рез, ставьте регулировку хода маятника на единичку. Сила сопротивления будет, ну, как, большая, и обороты будут маленькие, вы сможете более точно все это выпилить. Допустим, если там хотите сделать какую-то фигуру и так далее. Если вы хотите просто разрезать заготовку на несколько частей для последующей работы, ставьте тройку, просто быстро прорезайте, и все, и готово. Ну, естественно... С одним аспектом. С каким? Правильно выбрать полотно, и если ты работаешь с массивом, крупный зуб, тогда выставляешь максимальный ход в маятника, тогда ты получишь быстрый рез, но грубый. Если ты режешь ламинированные изделия, то тут не катит. Тут тоже специфичное полотно с мелким зубом, либо с обратным. И большой ход маленько даст тебе большую долю вероятности сильные сколы. Поэтому быстро не всегда хорошо. Антон, хотел вам сказать, что инструмент решает не все. Решает оснастка. Да, это важно. Что, Антон, давай покажем. Сделаем пару резов, посмотрим, что он может. Вот, ну, я на ощущениях скажу свое мнение. И самое главное, сравню его с Greenworks. Потому что вот очень важный вопрос сегодняшнего ролика, это сравнить инструмент линейки 18 вольт Riobi, сегодня им поработать, и Greenworks, которым я работал. Вот ссылочка. Смотрите, заходите и сравнивайте подачу и мои впечатления. Ну, впечатления рядового пользователя. Да, ну, вообще, в принципе, на ощущениях, как это все работает. Смотрите, у нас сегодня будем работать на четверке и на девятке. Разница состоит в том, что четверочку, пятерочку и шестерочку мы можем вставить на инструмент с щеточным и бесщеточным двигателем. Шестерочки нет в России. То есть в России нет шестерочки, да, но можем вставить на любой инструмент. А вот девятку, то есть аккумуляторы с большим количеством ампер, то есть вот девятка, мы можем вставить только на бесщеточный двигатель, потому что электроника в бесщеточном двигателе способна выдержать силу тока этих аккумуляторов, а вот, к сожалению, щеточный двигатель не может, потому что что? Я сейчас козырну, Антон, я сейчас козырну, сейчас козырну. Потому что в щеточном двигателе все, весь принцип действия сформирован на щетках и коллекторе. И щетки изнашиваются, и вся эта энергия преобразовывается с помощью кручения редуктора. А в бесщеточном двигателе все это выполняет датчик холла. Короче, ребят, все это выполняет электроника за счет смены полюсов. Поэтому бесщеточный двигатель способен выдержать... Я добавлю, наверное, от себя, что в руках у тебя аккумулятор серии High Energy высокотоковый с увеличенным размером банок. В связи с этим его нельзя на, ну не то что все, но на большую часть щеточный двигатель ставить, потому что были прецеденты, он выжигал движки. К примеру, триммеры, воздуходовые, у меня есть примеры, где реально задымились. Но не выдерживает он просто, да, щеточный двигатель. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны, да, это очень важный момент. Ну а теперь к делу. Кстати говоря, вот здесь вот ключик есть, вот здесь вот торчит, для того, чтобы мы регулировали угол подошвы. Наклона подошвы. Ну угол наклона подошвы, да. Вот. Ну что, давай Антон, попробуем. Я хочу уже это... Давай, давай. Иначе. Поставим, давай сначала на единичку, посмотрим, как он работает на пониженном ходу маятнице. А потом уже посмотрим на троечки. Стоп! Отец Антон меня всегда учил. Вот Серега, кстати говоря, не учится этому ни хрена. А вот Антон всегда говорит, что... Хочешь есть двумя руками? Надевай спецзащиту. Ну как спец. Спец, скажи, скафандр какой-нибудь, или знаешь, как, типа джиггернауты там ходят. Короче, одевайте перчатки, очки обязательно отлетит, что-нибудь прилетит. Вам же это не надо остаться там инвалидом на всю жизнь. Давай, Антон, попробуем. Слушай, знаешь, что я могу сказать? Сразу прям момент. Короче, ну вот, именно чисто по поводу лобзика. Блин, он как-то помощнее, чем Greenworks. Почему? Я не знаю, он прям в смысле это, ну... Ты забываешь сказать, Greenworks 24 вольта. А здесь всего лишь 18. Но ощущается 18 сильнее, чем 24. Да, это в смысле, ну... Он прям это, ну... Типа... Я бы не сказал, что прям страшно было вот в первый момент, но он прям, знаешь, прям вдарил. Прям дям! Прям пошел. Рванул в бой такой сразу. Да, да. Слушай, а ты возьми, брос сотку и прорежь. Он способен? Сотку, сотку, брус. Сотку возьмешь. Я пробовал. Давайте попробуем сотку, брус. Так как у меня он ощущался мощнее, чем Greenworks 24 вольта на секундочку. А это 18 вольт. Мы попробуем сейчас разрезать соточку брус. Кстати говоря, ход маленького был единичка. Мы сейчас на троечку поставим. Слушай, а Greenworks щеточный или бесщеточный был? Блин, честно говоря, я не помню, но, по-моему, он был бесщеточный. А если он еще и бесщеточным был, я могу, конечно, ошибаться. Серега, в комментарии не пиши. А, нет, стой, стой, он был бесщеточным, Антох, 100%, потому что там единственный инструмент, который был... Единственный инструмент, который был щеточный в Greenworks, это шлифмашинка. Все остальное было бесщеточное. Вот, это я точно помню. Поэтому он был... Серега, пиши в комментарии, что думаешь об этом. Так, давай, что, попробуем? Давай! Ну, Саня, не хватит. Дружок, давай! Ты сильно давишь. Так, ну что, мне тоже свои впечатления. Честно говоря, я, ну, немного удивлен. Потому что, ну, сотка брус. Это лобзик обычный. Типа... Ну, давай, наверное, скажем, аспект, да? Полотно. Все-таки не совсем правильно. Лобзиком резать изначально брус, но если вдруг не надо... Да, но мы просто сейчас проверяли, скажем так, мощу этого лобзика. Потому что, по ощущениям, он был намного мощнее, чем Greenworks. Бесщеточный. 24 вольта. Здесь 18 вольт. Щеточный. Камон! Нет, тут, понятное дело, что еще от полотна зависел момент, потому что полотно по длине, оно прям впритык было. Я когда уже там пилил, я уже чувствовал, что оно, знаешь, прям чуть-чуть не хватало. Прям вот чуть-чуть не хватало. И поэтому он за счет того, что ему длины не хватало, он в конце, ну, типа, буксовал. Ты еще сильно давил на него, надо было слегка... Кстати, я вот так не давил, я вот так давил, чтобы прижать... А, да, значит, захлебывался лобзик. Да, я же говорю, он захлебывался, потому что длины не хватало чуть-чуть. Так, ребят, ну, короче, смотрите, по впечатлениям сразу аккумулятор. Когда говорите что-то об инструменте, вообще, в принципе, его держите. Аккумулятор лучше убирать греха подальше. Вот. Че хочется сказать. Вот по поводу лобзика. Ну, сорян, конечно, но я бы взял Риоби. Я бы не взял Грин. Ни в коем случае нет никого, там, предвзятого отношения, но ощущается он намного мощнее, чем Гринворкс. Да и, в принципе, как бы... А по цене не помнишь? Блин, по цене не помню, но, по-моему, в районе тоже 12-13 тысяч. В комплекте или голый? В комплекте, в комплекте, нет, в комплекте. Тоже в интер... У них цена особо, ну, если будет разница, то там тысячи, полторы тысячи. То есть, как бы не особо такая. Но у Гринворкса, кстати говоря, я не знаю, это, скорее всего, на том Гринворксе, на Сережином. Вот здесь вот регулировка угла этого самого, господи... Подошвы. Да, подошвы. На Гринворксе там, по-моему, система... Там не нужно отвинчивать, она сама ходит, короче. Да, у Риоби на бесщеточном лобзике такая же система. Вот. А здесь нужно самому ключом откручивать. Но, в принципе, настолько это серьезный минус, если мы понимаем, что этот лобзик достаточно, ну, мощный. Типа им отпилить можно вообще все, что угодно. Единственный момент, как бы, следите за регулировкой хода маятника. И что уже Антон говорил вам недавно, это полотно. Потому что, может быть, я вам секрет открою там для кого-то, но полотна тоже разные бывают для разных целей и задач. А теперь мы перейдем с вами к дисковой пиле. Моделька RWSL1801. 18 вольт, двигатель щеточный. Увы. Но мы сейчас посмотрим, как она работает. Цена данной пилы составляет 7 тысяч не в комплекте. Прибавляйте еще плюс 8. 6 тысяч аккумуляторов, 2 тысячи зарядное устройство. Получаем 15 тысяч. 15 тысяч. 18 вольт дисковой пила. А теперь давайте ее сейчас посмотрим, так сказать, что у нее есть. Ну, во-первых, понятное дело, все как обычно у нас здесь. Здесь, вот, кстати говоря, начнем с этого. У нас здесь есть система пылеотвода, пылеотведения для пылесоса. Елочка наша подходит от флекса. Если елочка подходит, то это примерно 22 миллиметра. Дальше у нас идет направляющие. Помимо направляющих у нас там есть лазер. Я вам его чуть позже покажу, вы его увидите. Далее, что у нас здесь еще по пьям? Да, извините, перебью несу ясность. Направляющие это прорези для лазера, но не направляющие для шины. Хорошо. Так, дальше у нас идет, вот, ну, мы с Антоном сейчас до съемки видео говорили. Он сказал, что это не особо минус. И, в принципе, я думаю, что он прав. Но вот чисто субъективное мое мнение, вот то, что вот аккумулятор расположен сбоку, вот он сбоку, да, не совсем, не совсем удобно мне его вставлять. Ну, к примеру, условно говоря, вот я работаю пилой, вот я работаю. Тут у меня аккумулятор садится, вот сел аккумулятор. Мне его нужно резко заменить. Окей, да, я правша, для правшей. Мне его нужно резко заменить. Я или так, тянусь. Мне неудобно, потому что нет упора нормального, чтобы его снять. Вот так. То есть я в любом случае, как ни подлезу, мне неудобно. Мне приходится его перехватывать и уже менять. Но это чисто субъективное мнение. У нас по ТТХ, быстренько пройдусь, оборотов в минуту у нас 4700, диаметр диск стандартный 150 на этой пиле. Есть 184, 164, 165. Вот, но, короче, мы говорим о данной пиле, поэтому здесь 150 стандартный диаметр диска. Блин, ну, кстати говоря, отличие от Гринворкса, здесь уже камень в огород Риобе. Так как она щеточная, а дисковая пила от Гринворкса бесщеточная, у Гринворкса есть быстрая основка диска. Ну, то есть от закусывания и так далее. Здесь быстрой основки диска, к сожалению, нет. Но, тут можно понять, да, это как бы щеточный двигатель. Так, ну что, попробуем поработать на фанерке. Фанерка. Сейчас мы ее распилим. О, смотри, прикол. Антох, подожди. Че? Стоп. А, о, прикол. Смотри. Прикол. Я сейчас чисто случайно заметил. Очень удобная, между прочим, штука. Если мы хотим включить, понятное дело, что защита от дурака, да, блокировка, мы сначала нажимаем на бок, а потом включаем. Но, если мы, к примеру, хотим просто включить лазер, нам достаточно нажать бок. Бок кнопки. Все, вот он, лазер пошел. И, кстати говоря, Антох, ты не прав, потому что лазер является также направляющим диском. Угу. Ну, так я на всякий случай, те, кто вдруг подумают, что данной пилой можно работать с направляющей шиной. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Вот. Так, давай попробуем. Сейчас я струбцинками закреплю. Быстро проверка лазера. Так сказать, на вранье. Ну, как бы, эту линию я провел далеко не ровно, потому что я ее чертил. По фанерке. Но он ровно. Ровно, ровно. Смотри, какая еще особенность этого лазера. Если вдруг ты пошел немного вправо-влево, лазер тебе это сразу покажет. Вот чуть-чуть, слегка, вильни пилой. И в конец, смотри, лазера. Не вначало у пилы, а в конец. И он тебе сразу покажет финишную, куда ты выйдешь. Понял? Угу. Ну вот, да? Да, типа, если ты сейчас идешь неверно, и в итоге ты выйдешь вон туда, а не туда, куда тебе нужно. Ну, то есть он говорит, начальную точку и сразу конечную. Начальную ты так и так видишь по своим направляющим, вот этим рискам. По рискам, да. А вот финальную точку ты заранее не видишь. Ну, давай попробуем. Мне, честно говоря, очень интересно сейчас по ощущениям, как дисковая пила отработает от Реви, потому что у меня почему-то подозрение, что мне гринворкская пила понравится больше. Но мы сейчас посмотрим. Так правильно, она бесщеточная. Ясен фиг, блин. Нихрена себе. Ясен фиг, блин. Ну, че, непонятно? Ясен фиг, блин. Типа, с точки зрения мощности самой дисковой пилы гринворкс помощнее, это ощущается. Она прям как-то прям легко режет. Но, блин, мне знаешь, че? Мне поэргономить не нравится Риоби. Ну, типа, как в руке она вот ощущается. То есть гринворкс, он какой-то, знаешь, в нем мощи много, а вот когда пилишь, как бы, ну, не особо тяжешь, чувствуешь, и как будто вот не то, чтобы ходит в руке. Ну, знаешь, вот как-то вот... Люфт? Ну, нет, не сам люфт, а вот просто не ощущаешь, что вот у тебя пила в руках. А здесь ты вот держишь, и ты прям вот пила. Прям вот пила, блин. Но, и она, знаешь, она прям плотно к материалу, знаешь, вот Риобиевская, прям плотно, она прям... Ну, она, да, она по мощности, как бы, ну, проваливается чуть-чуть. Но, опять же, это щеточный двигатель. Но, опять же, если отвечая на вопрос... Если ответить на вопрос, вот я хочу взять какую-нибудь линейку для частного пользования для дома. Там, условно говоря, ты не профессионал, тебе не нужно этим зарабатывать, тебе нужно что-то там дома отпилить, закрутить и так далее. Настерить. Да, да, то есть... И ты такой, блин, а какой инструмент мне взять? А с какого начать? На рынке столько инструментов, там, типа, Макита, Митаба, там, Бош, Девольт, Милоки, Риоби, Гринворд, да там их столько. И ты, типа, не знаешь. Но при этом тебе не нужен, как бы, профессиональный инструмент. Тебе нужен бытовой инструмент, чтобы закрыть свои, как бы, обыкновенные потребности дома. Опять же, там, полку, там, привинтить, не знаю, там, отрезать, там, что-нибудь, да неважно. Для этих задач Риоби, в принципе, как и Гринвордс, они очень сильно подходят. Здесь же момент такой, что, как бы, смотреть на кошелек, смотреть от цены и смотреть от характеристик. То есть, условно говоря, Антон, если бы я хотел брать пилу дисковую, то, наверное, я бы взял Гринвордс. Все, тушите свет. Тушим свет. Нет, почему тушите? Мы честно говорим. Но вот лобзик однозначно Риоби. Смотри, сейчас контраргумент. По линейке, если мы подбираем электроинструмент, то у Риоби на одном аккумуляторе работает более 180 инструментов. А, ну ты за это. Но это, кстати говоря, важно. Продолжение. Если ты берешь циркулярку, то бери тогда уже честно в сравнении бесщеточную циркулярку Риоби, а не щеточную. Да. Поэтому, если я сейчас приволоку сюда бесщеточную... Нет, стой, подожди, Антон. Во-первых, если бы ДКБ, бабушка была дедушка. В данный момент у нас сейчас на пользу в руках щеточная. Конкретно цифру, 180 инструментов на одном аккумуляторе. А вот это факт, да. То есть, линейка у Риоби намного шире. Поэтому ваши аккумуляторы, они подойдут ко множеству инструментов, нежели у Гринвордс. Я все равно вернусь к циркуляркам, у Риоби их 5. Да не важно, сколько их, Антон. У нас в руках сейчас, на данный момент, вот мы говорим о ней. Мы же не можем сейчас, мы же... Ты топишь, я при мне топишь Риоби, я не могу позволить. Стой, я не топлю Риоби. Я сказал, что вот в данный момент, я же сейчас сравниваю как? Я сравниваю вот эту дисковую пилу с дисковой пилой, которая у меня была в руках от Гринвордс. Правильно? Я же не сравниваю дисковую пилу, которая есть у Риоби. Поэтому, если сравнивать вот эту дисковую пилу, то Гринвордсу я отдаю предпочтение. Но, Антон правильно говорит, что линейка у Риоби намного шире. Поэтому логичнее всего покупать Риоби. Но, опять же, есть другие дисковые пилы. Вы можете посмотреть другие дисковые пилы уже на бесщеточном двигателе и определиться. Ладно, завязываю. Вот заставил меня, заставил меня этот сам Гринвордс чуть-чуть это. Так, давайте мы перейдем сейчас с вами, останемся на дереве, но перейдем с вами к импакту, винтоверту и шуруповерту, дрели шуруповерта. Поехали. Так, переходим мы с вами к дрели-шуруповерту и винтоверту импакту. Начнем, давайте с вами с шуруповерта. Самый распространенный инструмент вообще, в принципе. Модель шуруповерта R18 DDBL. Вот здесь вот плашечка, обязательно все будет. Шуруповерт у нас этот стоит 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей. Опять же, плюс аккумулятор 6 и плюс зарядное устройство 2. 8. 12 плюс 8. Антон, ну тут, конечно, маленькие вопросы. Двадцатку за шуруповерт на 60 ньютон на метр, да. Я с тобой полностью согласен. Здесь вопрос. На цены повлиять ли не могу, устанавливаю не я их. В России на рынке они таковы, ни хрена с этим не сделаешь. Я прекрасно понимаю, что можно куда выгоднее купить того же Девольта, Митаба и им подобные против какого-то Риоби. Это я осознанно понимаю, я тоже этим возмещен. Но, блин, это факт. Ценовую политику устанавливаем не мы, ценовую политику устанавливает импортер и представительство в тандеме. Ну ладно, давай посмотрим, как она работает хотя бы. Как бы уже огорчились. Я тоже считаю, что ценник завышен. Да, ребят, самое главное, о чем вы должны знать, что эти два братца-акробатца, они на бесщеточном двигателе. Короче, проверять мы будем с вами обыкновенным способом. Честно говоря, тестировать муфту я, ну не то, что не хочу, я просто не буду по объективным причинам. Мы все прекрасно понимаем, что, а, это бытовой инструмент, хотя Риоби его называют профессиональным вместе с Гринворксом. Да, да не надо мне тут ля-ля, Антон. Они все профессиональный инструмент. Нет, я тебе специально называю. Прям так и написано бытовой. Где написано? С ума сошел. Вот мне Серега сказал, что Гринворкс, они свой инструмент называют профессиональным. Ложь, вранье и провокация. Чтоб ты понял, у шуруповерта, у Гринворкса, вот здесь, между, где муфта и редуктор, между муфтой и редуктором, прикинь, вот такой вот зазор у Гринворкса. Вот такой. Только здесь у тебя муфта электронная. Да это не важно. В любом случае, между редуктором и муфтой, типа прогал, грязь будет засыпаться, вода и какие-нибудь еще там, не знаю, вещи. Это все износ. Ну, короче, ладно, мы не будем об этом. Цена кусается, понятное дело. Но мы сейчас с ним поработаем, посмотрим. Работать, значит, мы будем, смотрите. Сначала мы на двадцатке, сверло двадцатка. Потом, стоп, да, двадцать пятое сверло. Вот оно, сверло Форстнера. И попробуем закрутить глухари. Глухарь-то сам покажи. Глухарь, глухарь, вот он глухарь какой. Блестящий, нарядный. Вообще вкусный. Вот, ну, глухарь мы проверим чисто мощь. 60 джоулей, да, заявлено. 60 ньютон на метр заявлено. Вот, но посмотрим, справится ли он с глухарем или нет. Потому что, ну, вопрос-то, на самом деле. Да и, в принципе, сверло тоже вопрос. Сейчас посмотрим. Так, а, и по поводу муфты я сказал, я не надел биту. Что ты не надел? Потому что тестить муфту на саморезах я не хочу, потому что это не имеет смысла. Она провалит тест. Чего? Надел биту. Поставил, установил. Поставлю, установлю. Не дырка, а отверстие. Не точно, а претензионный. Ну, короче, так, говорите правильно. Я сказал неправильно. Не наденем, а поставим. Вот. Поэтому мы начнем с вами с 20-очки. Наоборот, другую сторону. Нет. А, это все правильно. 1, 2, да. Так, короче. Я смотрю. А, ты его хочешь на минимальный сразу. Нет, дружок, мы его... Мы сначала на максимальный посмотрим. Ишь, что захотел, парень. Тебе и так повезло, что я на первую поставил скорость. Сейчас на вторую поставлю, вообще не закручусь, ничего. Так, давайте попробуем. Самое главное, вы должны понимать одну вещь. Слышите меня? Вы должны понимать, что когда вы крутите что-то шуруповертом, миндовертом, не важно. Кисть напрягайте. Напрягайте. Потому что недавно я не лишился кисти чуть-чуть. Напрягайте кисть, а то вывернет нахрен ее. Он вообще не чувствует. Ну, типа, спокойно. Фу, мне слюни летят за рташ. Возбудился. Короче, спокойно, вообще крутит, даже не это самое. Я даже, вообще, смысл есть ставить муфту на единицу. Мне кажется, он сейчас раздербанит вообще. Ты еще на десятке был? Я на максималке был, да. Муфт, максималка была. А сейчас минималку поставил, да. Все, ладно. Ну, так и должно быть. Вот так, кстати, выкручивает кисть, ребят. Видите, это сейчас специально, Антон, не переживаем. Это я специально. Вот так выкручивает кисть, если вы не напрягаете. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее. Так, ну, давайте попробуем одеть мы теперь 25-е. Попробуем на 25-ом, что он нам предложит. Вот так вот. О-о-о! Звук такой, знаешь, как вот сухарики. Ах, приятный. Прещеточка, да? Это я сейчас до болгарки еще не дошел. Угу. Ну, он там что-то уже, что-то он там хочет. Да не, спокойно. Вообще. Ну, как бы потяжелее уже, да. Ему потяжелее уже в 25-ом. Потяжелее чуть-чуть. Но он все равно спокойно это самое делает. Вообще, прям на изи. Давай. Антон ко мне подошел, короче. Сделал кое-какие чудесные вещи с шуруповертом. Он просто до конца скорость на муфте включил. Муфту включил до конца. Стой. Он, очки. Очки. Да ладно. Эх, нифига себе. Как в этом? В фильмах. Что, поехали? Подожди, стои, фокус на поймаю. Давай. Поехали. Все крутит. Сверло форсно. Ну, а теперь самое интересное. С чем он в теории справиться не должен. Потому что, во-первых, а, это дрель-шуруповерт, а не винтоверт. И б, ну, как бы 60 ньютон на метр. Достаточно слабовато для таких вещей. Но, все же, мы с вами бойцы, так сказать. Мы с вами не это. То есть, уж насилуют, то до конца. Да, если уж насилуют, то до конца. Поэтому, сейчас попробуем. Что, потом мне Антон не говорил, что его затянуть хреново. Все нормально. Кстати, предыдущий тест, это тоже делал на муфте неправильно. Да ладно мне тут рассказываешь. А я тоже лошара не обратил внимания. Так, засверлились. Ой, кисть, ребят, держите в таких моментах. Ой, держите. Что, сломал? Не, нормально все. Я просто думал, что я в стол закрутил. Ты только это, ровно поставь его, а ты сейчас неискособный. А что? Он вообще спокойно его закручивает. Что вы мне тут рассказываете, сказки. Там аж, блин, дерево слышно, как хрустит. Аж, блин. Да все, крутяк. Полагает. Заканчивай с ним. Молодец, шуруповерт. Красавчик. Все окей. Единственный момент. Ну, блин, честно, если сравнивать шуруповерт, дрель-шуруповерт от Риоби и Гринворкс, ничего сказать не могу, потому что, во-первых, мы должны дать фору этому шуруповерту, потому что он, ну, видите, он уже поизношенный, в отличие от Гринворкса. Вот. Но тот факт, что он закручивает 20-ку, 25-е сверло Форстнера и глухарь, задачу свою выполняет. Причем очень даже. Вот. Единственный, конечно, Антоха, ну, мы уже говорили, это цена. Но цена конская. К сожалению, ничего не сделаешь. Давайте перейдем теперь к импакту винтоверту. Модель винтоверта у нас с вами R18 IDBL. Цена его составляет, ну, как бы, Антон, такая же цена. Типа 11 тысяч плюс 8, 19 тысяч. 11 тысяч, ну, тушка и плюс 8 тысяч аккумулятор, зарядное устройство. Ну, типа 19 тысяч. Это самый сильный у Риоби. Ну, это понятное дело, что он самый сильный у Риоби, потому что у него крутящий момент от 50 до 270. И плюс от 650 до 3500 оборотов в минуту. До 3000. До 3000. Оборотов в минуту, да. Но мы сейчас его проверим на том, для чего он создавался. Закрутим глухарь. Блин, жалко, нет глухаря побольше. Знаешь, типа, я бы попробовал побольше глухарь. Ну, типа, тут что, все понятно. Антоха, можно вопрос? Они же бесщеточные, я же могу в них девятку втащить? Ну, у вас не девятка. Кстати, ты можешь почувствовать разницу на работу с девяткой и с четверкой. Ну, во время работы. Да я понял, что он... Вот. Ну, попробуем сейчас. Он его просто вкручивает, как этот. Как не в себя. А есть что-нибудь побольше? Он вообще даже не чувствует, типа... Для него это вообще просто, я не знаю. А? На четверке попробуй. На четверке? На аккумуляторе. Вот разница между работой с высокотоком... Давай попробуем на четверке. Попробуем на четверке. Слушай, есть разница, да. Знаешь, какая разница? Короче, крутить он крутит, чувствует, что он закручивает. Но под конец, когда глухарь уже практически полностью там в дереве, на девятке... Короче, смотри. Вот, то есть... Короче, прикол в том, что на девятке он одинаково крутит в начале и в конце. То есть в конце, когда уже сопротивление большое, он все равно спокойно на девятке вкручивает. То есть постоянная скорость, быстрая такая, мощь прям. На четверке... Без потерь. Да, без потерь. На четверке в начале он так же, как на девятке, то есть закручивает быстро. А когда уже сопротивление большое, когда уже глухарь уже там внутри, он уже чувствуется, что... Ну, не то, что тяжко ему, но в смысле, я имею в виду, относительно девятки, он намного медленнее это делает. В принципе, что, я бы, конечно, еще бы его затестил бы где-нибудь что-то, ну, не знаю, там, глухарь побольше взял. Но у нас нет ничего, вот. Но я думаю, что глухарь больше по диаметру, он закрутит спокойно вообще. И даже, я бы даже сказал, если он будет длиннее, допустим, продольный сделать в брус, он спокойно закрутит. Ему силы хватит, потому что у него силы... Сколько, Антон, у него силы? 270. Ньютон на метр. 270. Прикиньте, 60 дрель-шуруповерт и 270. Ну, не красиво немножко по-разному распределяется. Ну, понятное дело, поэтому, как бы, дрель-шуруповерт, сверление идет. А это на закручивание. Его и создавали для этого. Это разные вещи. А чем отличается сверление на закручивание? Вот подумайте над этим и в комментариях напишите. И чем отличается точно от претензионного? Вот те, кто нас в Телеграме смотрит, те знают. А те, кто не смотрит, ссылочку вот здесь. Переходите. Так, ну что, короче, честно, Антон, я вот по Риобе, по... Ну, винтоверт мне понравился, безусловно, прям вообще офигенная тема. Мне кажется, вот такой каждому нужен дома. Вот. А по поводу шуруповерта, честно сказать, ничего не могу, потому что, во-первых, он изношенный. Вот. Во-вторых, впечатление от работы гринворксовским, я, честно говоря, не помню. Вот. Но факт остается фактом. Задачу свою выполняет для дома зашибись. Единственная цена. Ну, хорош, подкопите денег, я не знаю, типа. Купить. Я бы, конечно, взял бы какой-нибудь... Девольф или плен. Ну, ладно, это уже такой момент. Давайте убираем этих братцев и переходим к самому страшному. К металлу, к уши. Так, ребят, вы просто запах не чувствуете, я его ощущаю в данный момент. Я уже поработал, потому что, опять же, говорю, я первый раз держу в руках УШМ. И уже один тест-вырез сделал, чтобы примерно понимать, как она себя ведет в руках. Честно говоря, страшновато. Но! Мы с вами в трусы ссать не будем, поэтому давайте по порядочку. УШМ двигатель бесщеточный, поэтому мы можем ставить аккумулятор девяточку на 9 А. Теперь здесь у нас с вами стоит 125-й... Не волнуйтесь, аккумулятора нет. Здесь у нас стоит с вами стандартный 125-й диск, посадочный диаметр 22 мм. И на холостом ходу 11000 оборотов в минуту. Дэн, здесь ремарочку сделаю. Врет производитель. Врет? Проверяли, да. Ссылочку, палец вверх покажи. Вот там ссылочку сделаешь, где мы тестили на тахометре. И реально там... А, это еще без меня когда? Да, 1800... Какой 8? 7. Ну типа, ладно, окей, давайте так. На бумаге типа 11, но нет там... Ну мы все по чесноку, написано на бумаге 11, по факту 7000. Кому интересно, сколько она реально оборотов выдает на холостом ходу, вот ссылочка, переходите, смотрите. Так, ну... Я в принципе, знаешь, буду не объективен насчет этой болгарки. Знаешь почему, Антон? Потому что, во-первых, я первый раз вообще в принципе болгаркой работаю. Вот. И второй момент. Это первая болгарка этой фирмы Риоби, которой я буду работать. Мне просто не с чем сравнить. Поэтому, скорее всего, визуально просто смотрите, как это все выглядит. И я просто поделюсь впечатлениями вообще, как все это работает. Хотя, честно говоря, Антон, вот насчет УШМ, вот мне мои знания уже, которые я получил, позволяют это сказать. Мне кажется, все зависит от оснастки по большей степени. От диска, который мы... Ну, надо думать, я тебе сюда кубитрону установил. Да, кубитрон. Не в лугу. Вот. Поэтому, в принципе, ну, я не знаю, честно, я вот ощущу какую-то разницу колоссальную, вот, допустим, вот от Девольтовской, да? Или там, допустим, от Милоковской. Девольтовской киловатт. Спалю сейчас. Бош, Макита, Девольт, Милка, все есть тебе! Вот. То есть я почувствую разницу или нет. Ну, типа, реально, а в чем разница? В оборотах? В мощах? Блин, здесь аккумуляторная 18 вольт, там полторы тысячи ватт. Это до хера, да? Это до хера. Ну, потом мы с вами это самое, я дойду до профинструмента, и мы с вами это самое посмотрим. Ладно, давайте попробуем. Так как у нас струбцины маленькие, нам не позволяют швеллер поставить, ну, положить его, мы просто будем делать резы, потому что мне не позволяет его полностью отпилить, поскольку мне нужно будет заходить с этой стороны и отпиливать вот это ребро. Поэтому мы просто сделаем резы, а вы уж визуально посмотрите, как это выглядит. Ну, и посмотрите вообще, в принципе, на пацана, который первый раз держит в руках УШМ-ку. Мне кажется, это эксклюзивный контент. Поэтому, ребят, я, честно говоря, су, поэтому лайкосик я заслужил, я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый момент, есть такое выражение, не так страшен черт, как его молюет. Если правильно подойти к вот этому инструменту КУШМ, опять же, надеть средства спецзащиты, перчатки, глаза защитить очками, чтобы, не дай бог, там не отлетели искры, и попросить, в вторую очередь, человека, чтобы показал вам, как это делается, не так она уж и страшна. После, там, думаю, там, трех-пяти резов уже более-менее будете ощущать инструмент, как он себя ведет. Хотя, в любом случае, Антон, правильно, ощутишь ты инструмент только тогда, когда один раз косикнешь. Вот тогда ты его точно ощутишь. Вот. По поводу впечатлений. Блин, ну, опять не объективно. Я первый раз работаю вообще, в принципе, этим инструментом КУШМкой, но мне понравилось. Теперь, когда мы будем что-то заготавливать, я смогу пацанам помогать сам вот этой штукой отпиливать все, что нужно. Вот. Короче, еще раз. Кстати говоря, про цену я не сказал. Плашку я выведу. Сейчас выведу тоже. Значит, УШМка у нас стоит 10,5 тысяч рублей. Плюс 8 тысяч. 18,500. 19,000. 19,000 и УШМочка у вас. Не знаю, как по мне, чтобы мне более объективно сказать, нужна ли она за эти деньги или нет, мне нужно поработать, ну, другими УШМками и сравнить. Ну, хотя бы с Гринворксом. Типа, но Гринворкса не было, к сожалению, поэтому я ничего не буду говорить на то, что будет не объективно. Я просто, вот, впечатление вообще от работы очень клевое. Ну, мне понравилось. То есть, и еще вы должны понимать, что, ну, оснастка в первую очередь, во вторую очередь инструмент. Ну, по крайней мере, УШМ точно. Давайте перейдем к перфоратору. Так, ну и теперь щеточный перфоратор 18 вольт, который уже горел у нас. Который уже горел. Это, кстати, новый, поэтому все честно. Обороты от 0 до 1300 в минуту на холостых. Проверять не будем, конечно. Крутящий момент 15 ньютон на метр. Четыре скорости. Ну, как обычно. Не скорости, а регулировки. Да, регулировки, как обычно. Улавливаешь Антон. Четыре режима, как у всех остальных перфораторов. Сверление, сверление с ударом, предустановка долота и удар. Все просто. Короче, проверять, как мы с вами его будем. Обыкновенным образом. Сначала мы берем шестерку. Самый часто используемый E-бур. И потом возьмем десятку. 16 пройти не будем, потому что, ну, типа. Умрет он. Да, умрет он, короче, да. Поэтому, да, кстати, в характеристиках не прописано, что можно им работать с бетоном. Я и хотел сказать, да, по бетону в общине. Ну, я не знаю, мы, 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 мы как обычно. Типа по бетону нельзя. Мы, как обычно, замораживать нельзя. Заморозили. Это нельзя. Сделали. Какая разница вообще? Так, сверление с ударом. Поехали. Где-нибудь здесь сейчас бабахнем. Поехали. Че, все? Подох. Не тянет он дальше. Не дави на перфоратор. Капец перфоратор, да? Ты еще какой? 16-й бур хотел поставить? Давай чисто мне, ну, для эксперимента, реально, я хочу попробовать все-таки этот самый чирик. Просто, Антоха такой, ну, все. Тебе вот оно надо, сейчас он загорится. Да нет, на самом деле, я знаю, что он дымится. Задымится? Ну, сожгли один, сожгли другой. Сожгем другой. Че, мы за нами заржавеем, что-то? Да нет. чё это чё нахер такое серьезно так и не типа а заколол все хорош вынимает типа чё за бред чё за дебили а 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 лизни не знаю проблемы я не вижу ну типа все с ним нормально вот как сказал антон сделай еще восемь и посмотрим чё будет короче по поводу перфоратора для дома для каких-то не спартанских условий то есть не для стройки чтобы что-то жесткое делать этот перфоратор все выдержит все сделает для дома вообще самый кайф если им работать если его взять настройку к примеру не знаю на ну на большой промежуток работы ну типа подохнет он очень быстро по поводу кстати эргономики он мне очень понравился помните вы перфоратора держали которые 12 вольтовые вот недавно у них а подсветка была сверху а у одних сверху других снизу и снизу подсветка закрывалась наоборот сверху наоборот а вот да наоборот сверху когда короче пацаны его вот так вот брали он закрывался здесь сделано очень круто здесь вот эта вот часть она вынесена и здесь вот на уголке сделана подсветка когда я беру перфоратор я его беру вот за за эту полу ручку и руки закрываешь все вентиляционные отверстия да и черт с ними вот она я к тому что это подразумевает взять в руку той второй рукой так и хочется туда взять но при этом его не смогу понимаешь что ты не возьмешь нет при этом риобе сделал вот поверни ко мне его в мордой рук убери вот я сейчас близко возьму вот они не все теперь разверни на лево его вот вот они не все эти отверстия которые захватит и четко закрываешь рукой то и закрываешь всю вентиляцию двигателей так как двигатель у нас находится именно в этом месте потому что вся ударная часть сверху виду того что у него вертикальное расположение движка все четенько сделано чтоб ты закрыл чертям все и он сильнее грелся отсюда они возможны и горят нет воздушного на самом деле мы закрываем не вентиляцию двигателя они у воздушное охлаждение не я рукой закрываю чтобы туда грязь не попал защищаешь я выкрутился короче ребят быстро резюмируем до быстро резюмируем резюмируем для дома при обе вообще в кафе единственный момент что было не объективно здесь это дрель шуруповерт поскольку он уже изношенный потертый объективно очень сложно по нему что-то сказать но как факт он свою работу выполняет то есть мы закручивали сверлом 20 25 форстнера и даже пробовали закрутить глухари все завинтил закрутил все спокойно при условии того что в принципе он не предназначен для закручивания про значит для сверления вот дальше винтоверт по винтоверту винтоверт очень сильно понравился единственный момент в чем в чем в чем так сказать его ну не объективность была в тестах в том плане что хотелось бы хочется конечно взять глухари по длине и побольше и посмотреть что он вообще может по максимуму но мы кстати это делали посылочки мы как раз тестили винтоверты вы можете там посмотреть мы там с антоном прям закручивали этот продольный прям в брус короче посмотрите там все увидите винтоверт прикольный дисковая пила опять же антон в сравнении вот это им эта модель которая работал сегодня и модель greenworks а я выберу greenworks но линейка riobi шире это первый момент и второй момент у них есть бесщеточные двигатели я думаю что бесщеточные двигатели будут пожёстче намного причем дальше у нас идет лобзик вообще вот самое что мне сегодня прям понравилось из всей линейки riobi это лобзик вообще вот просто прям кайфовый лобзик ничего очень не скажешь про него такого там ну плохого и единственный момент единственный момент но он у него нет пылеотвода типа нет пылеотвода то есть шлам вы убрать не сможете быстро типа но это это смотри это запомнил шлан план надо шлам убрать не сможете быстро то есть ну пылесосом но работу вообще в кайфе все четко единственно там менять полотно на нужный материал и все дальше это уши м к здесь все очень быстро и понятно объективно по несколько ничего не могу потому что мне нужно посмотреть ее во первых в работе подольше во вторых мне нужно вообще другой фирмы подержать в руках поработать да уже схожу разницу между инструментами как в цене так и на работе так и при работе ими вот и и третий момент ну как бы я и первый раз работа уж извините ребят строго не судите и перфоратор типа не ну ладно 12 вольтовые не будут с ним сравнивать хотя кстати говоря он 18 вольтовый щеточный закручивает по скорости также 12 вольтовые с точки зрения как инструмента для дома аккумуляторного риобе круто единственное все зависит от вашего кошелька и аспекта работы какой инструмент вам нужен для чего единственный момент к и жалко что не сабельной пилы не было но уж простите в следующем ролике вы меня увидите уже с профессиональным инструментом и денис будет посмотреть разницу бытового и профессионального инструмента ребят ставьте лайки подписывайтесь рассказывайте о нас своим друзьям можете плохое рассказать про нас можете хорошие в любом случае рассказывайте с вами был я denis виталий антон спасибо спину мы сейчас тебе починим эти вот короче ребят всем пока хорошего вечера или дня ну скорее всего вечера нашему вечером укладываем чао какао синьорита бомбина